здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу осветить такой небольшой один вопрос но очень важный это поддержание нормальной влажности в моем рассаднике как я это делаю но сейчас когда у меня немного растений растет объем рассадника довольно таки большой с влажностью принципе проблем нет потому что растения еще маленькие вот такая мелкая петуния молодые росточки они не могут естественно испарять много влажности в атмосферу рассадника и не могут создать ее повышенное количество слежу я в основном за тем чтобы не переливать растения это как я уже неоднократно говорил и повторюсь еще раз во-первых для того чтобы не вызвать вспышку черной ножки потому что я лично землю не пропариваю все у меня в естественном виде в естественном состоянии поэтому как бы стараюсь поддерживать и бороться с черной ножкой только за счет того что я не переливаю растения и поддерживаю минимальную влажность в рассаднике потому что как известно повышенная температура и повышенная влажность это первый предвестник черной ножки обратите внимание до какой степени политы мои ящики с молодой рассадой петунии они политы буквально поверхностно они не проливаются до низу потому что сейчас корень на самом деле корень корешки молодой петунии не уходит настолько глубоко чтобы мы лили туда без разбору какие-то объемы воды буквально верхний слой проливаем и молодым растениям этого хватает вполне достаточно конечно ящики завтра влага из этих ящиков будет испаряться в окружающую атмосферу то есть в атмосферу моего рассадника но и и не настолько много вот на весь объем буквально который я уже показывал принципе у меня уходит но если все полностью одновременно полить до трех литров воды вот представьте себе из них полтора литра завтра испариться к утру или к обеду если солнце выйдет конечно верхний слой сразу растения моих почвы где растут мои растения сразу станет подсохший это очень благотворно будет в противодействии с черной ножкой и естественно большого количества влаги в атмосферу не уйдет обратите внимание также на потолок потолок подбит двойной пленкой и как видите на нем нет конденсата конденсат на нем не собирается потому что нет того количества влаги которое бы могло там собраться так что в принципе я считаю сейчас режим влажности в рассаднике нормальный она и подсыхает во время и вентилятор который я включаю постоянно у меня круглосуточно работает и днем и ночью выравнивая температуру по всему рассаднику и к тому же потоки воздуха который создает мой небольшой вентилятор эти потоки воздуха естественно подсушивают почву на поверхности там где стебелек молодого растения соприкасается с почвой всегда у меня подсушена влажность вы сейчас видите конечно в ящиках есть влажность но это влажность буквально сохраняется в течение нескольких часов потом вентилятором это все проветрится будет сухо и в ящике и одновременно также будет сохраняться сухость во всем рассаднике когда уже растения подрастут испарение из молодых растений но уже подросших возрастет естественно большей влажности будет отдаваться в атмосферу тогда мы уже при открываем уголки на рассаднике и идет проветриваем но опять же смотрим по наружной температуре по погоде чтобы было солнышко морозный воздух нежелательно чтобы прошелся по молодым посевом поэтому с этим надо поступать очень осторожно сейчас я к сожалению не могу показать как открывать уголки как они у меня открывается какая система придумана мною было ну обязательно это покажу когда уберу вот эту пленку перекрытия которая уменьшает объем моего рассадника когда я ее уберу когда растения уже не станут помещаться у меня именно в этом объеме рассадника мне придется убирать эту пленку я буду их расставлять на другие стеллажи они будут подрастать увеличиваться будут листья и тогда уже станет острый вопрос о проветривании но это уже будет немножко позже сейчас к сожалению я не готов показать эту систему обязательно покажу ничего стараюсь не забывать друзья но вопрос который поставили мои зрители о создании именно влажностного режима в рассаднике очень актуальный и очень важный потому что от режима влажности в рассаднике зависит очень много но сейчас пока этот вопрос стоит не так остро поэтому как бы особо честно говоря и нечего показать просто старайтесь поменьше сейчас поливать буквально верхний слой верхний слой в ящичках чтобы он у вас на завтра просох подсох верхний слой к утру чтобы он уже был сухой сейчас вечер до 5 часов вечера темнеет немножко на улице но тем не менее уже начала подсыхать ничего страшного до завтрашнего допустим обеда с молодыми растениями не случится так что друзья вот как то так как мог ответить извините что не смог больше показать как я проветривание осуществляю но покажу обязательно позже всего доброго до свидания до новых встреч